Ну что же, опять вернёмся мы к нашему многострадальному гольфику. Нам надо сделать град, обмятинки. Вот, и, 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 кстати, болтик вылетел один из кармана. Вот, это уже не хорошо. Вот, ну, точно, ладно, ложим его на пол, где нашли, здесь потом и найдём. Сейчас вопрос не в этом, вопрос вот в чём. У нас на полке вот такие попоны, вот они, вот две штуки. Они, естественно, какую-то жёсткость потолку, но они приклеены, приклеены на таком вреднючем герметике, что вот их распилить у у меня таких как бы нету инструментов, кроме как брать нож, как я всегда делаю, и с пиливажом. И, естественно, естественно, что всё это у нас получается одноразовое. если потом делать, то уже делать из тем и из того, что у нас пьётся в магазинах. вот такие вещи я не встречал в магазинах, вот, чтобы их купить тут и нахлобучить этот, как говорится, сэндвич или кто его. вот поэтому будем пилять. Вернёмся ещё раз к этой теме. Вот, что у нас получается. Тут вот под ним герметик, приклеенный он серьёзно, как вы видите, вот тут его часто поналили. Второй момент, когда, знаешь, вот этот потолок, он получается, что вот такой он гнутой формы пропеллером, там уже его не прекращал. Вот, поэтому приходится вот так вот долго всё это вычищать по слоям, вот, по слоям, по слоям, по слоям, и потом всё это срезать. Вот, потом канарским ножом берём и бреем, 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 и в итоге включаем потолок, пригодный для работы. Потому что через вот эту попону, через вот эту попону, ковырять не представляется возможно. Даже если вы её крючком прошернёте, то вот этот герметик, я не сомневаюсь, что это какой-то герметик. Вот, как сейчас модно принято называть, какой-то силикон или сильновая мастика. Вот, как называют. Всё вот это вот надо будет снимать, срезать полностью. Вот особо тут она не хочет отклеиваться. Да, руками вот так её не оторвёшь, но опять же, отрывается она кусками, а нам надо чистое покрытие, которое вот эта резина, скажем так, чтобы нам не мешала для точной крючком. Иначе на ней мы будем спотыкаться. Вот приходим на машинах, вот на таких как Volkswagen, остался я на Audi Q3, вот, с таким потолком на Volkswagen, когда приходится всё это срезать и потом по новой уже. Ну, вот, 30% потолка не защищено, вот, этими веями, вот, считаю, что этого достаточно. Вот, но, я бы сказал, что когда мы сами самопально делали, ну, может быть, это где-то и хуже, но, с другой стороны, надеяно то, что, как раньше в анекдотах наших было, что вот не сдавать дом, поприклеили обои, комиссию не вводить, ну, это глупости. Никакая вот эта вот фольверка никогда не будет держать крышу, тем более, если при ДТП, при, нам там, что-то, всё это складывается, никакие даже вот такие жёсткости. Всё это детский сад по сравнению с ударом и прочим, всё это легко складывается, сминается, вот, и деформируется. И тем более, какие вот такие попоны, вот, на клею, на герметике. Да, пока они вот стоят там, они как бы работают, дают какую-то жуткость, дают там какую-то обесшумку, поглощают что-то, вибро, тепло дают, согласен, не так прогревается, но... Вот в данном случае её надо срезать, нафиг, чтобы нормально, комфортно работать. Так, ну, вот такая вот картина получается у нас. Вот, и тут капот тоже самое. Здесь этот шланг вынимается, вот здесь вот у нас омывать пар, они вот так вот, сверху вниз вот так, дрынь, выходят. Вот, вот они лежат, они просто выходят и просто ставятся, ещё раз повторяю, вот так берёшь и в сторону капраз, и они выходят. Вот, вот он, от них поводочек, поэтому идёт вода, поэтому электроподогрев. На четырёх болтах и всё то же самое. Вот здесь появится вот эта вот штучка, не снимаясь, и он снимается с шарика. Вот и всё. Ну вот, болтушки мы, естественно, накрутили на капот. Такой вот красивый у нас автомобиль. Дальше по плану надо будет снять вот эту крышку. С вот этой крышкой немножко будет попроще. Вот тут кто-то, когда разбирал, собирал, на место не поставил. Да бог с ним. Вот здесь вот видно, что вот она примотана лентой. Всё это можно, в принципе, снять, потому что вот отсюда раздышка выходит. И вот они, три красивых разъёма папы-мамы, которые не перепутаются. Так что, в принципе, снять эту дверь не проблема. Опять же, как мы видим, мы видим, здесь можно вот так снять на болту. Ну вот, и ещё здесь тоже самое есть. Такая шка. Вот. Тут тоже самое. Вот. Уходят провода и... И... И облок. Вот. Здесь, по идее, вот это можно два разъёма. А вот это вот. А вот это вот где-то что-то было. А вот куда-то уходит там очень далеко. Вот собаки, ну. Глянь. Вот разве так делают нормальные люди? Так делают только идиоты. Здесь разъёмы есть на этот жгут. Здесь на всё есть, а вот это идёт без разъёма. Вот. Что хотите, то и делайте. И уходит вон куда-то недра. Я считаю, что так делают специально, чтобы народ помыться. Ну, конечно, стекло калёное. А не все эти стёкла калёные. Вот и вот эти, и боковушки, стёкла все калёные. Это ясно. Можно сказать, подогрев прям такие. Да, да, да. Ну, это провода на стекле, которые были. Они вынимаются. Я понял. Вот они разъёмчики. Это подогрев был. Да, это подогрев. Ну, ладно. Вот, как бы, такая ситуация. Ещё очередной раз сталкиваемся с гостью. Необоснованной причём. Ну, а что делать? Спасибо. 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 Продолжение следует...